В беседе с сотрудниками полиции задержанный рассказал, отдыхающих он обкрадывал неоднократно и в преступлении, совершенном в Солнечногорском доме отдыха, также сознался. По данным правоохранителей, сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Телефон молодой человек продал, деньги потратил на свои нужды. В настоящее время сотрудники полиции проверяют его причастность к аналогичным эпизодам. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрено статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В летний период тема краж, в том числе и квартирных, особенно актуальна. Люди уезжают в отпуск и на дачи, оставляя свое жилище без присмотра. Чтобы сохранить свои квартиры и имущество в целости и сохранности, стоит воспользоваться советами опытных правоохранителей. Не оставляйте квартиру открытой. Если вы живете в новых домах, знакомитесь с соседями, чтобы могли знать, кто проживает. О всех лицах, которые появляются подозрительные, сообщайте в дежурную часть Солнечногорска МВД. При возможности запоминайте транспорт, на котором они передвигались, записывайте номера. Наиболее часто, рассказали в Солнечногорском отделе МВД, квартирные кражи осуществляются в микрорайоне Рекенцо, на улицах Красной и Ленинградской Солнечногорска, а также в поселках Голубое и Ржавки. ОМВД России по Солнечногорскому району просит быть предельно бдительными и осторожными. Если вы стали жертвой или свидетелем подобного преступления, своевременно обращайтесь в полицию по телефону 02 или в дежурную часть 8 495 994 1570 и 8 496 261 1570 и в Крюковский отдел полиции 8 499 733 22 20. Кристина Верхотина, Владислав Полунин, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».